Да здравствуй! Здравствуй, народ картоши! С вами это Лиана. И да, это не парик. Лиана совсем сошла с ума и сделала себе дреды. О, чешется. Пару дней назад меня позвали на фотосессию и предложили сделать мне такую прикольную прическу. Я, недолго думав, решила да, почему нет, но я не ожидала, что это было делать 6 часов. Я просидела в этом стуле как будто вечность. Мне делали сразу два мастера одновременно, заплетали. Это по сути дреды, но это все-таки дреда кудри. Как-то так. Это не мои волосы, я не красилась. Все мои волосы, они вот здесь. Я еще не представляю, как это мыть, как с этим спать и вообще в целом жить. Я впервые пришла в зал с этой прической. Чувствую себя очень странно. Мне сказали, что голова будет на спорте потеть и придется ее промывать хлоргексидином. Я закончила тренировку. Такое чувство, что я все это время занималась в шапке. У меня все вспотело. Не сказать бы, что это было удобно. Очень странно, я похожа на инопланетянку. Нет! Нет! Я не знаю, как это сейчас произошло, но я случайно достала вот это из своей головы. Как? Вот это вот отсюда вылезло? Надеюсь, мои волосы не поотваливаются так. Апдейт один. У меня очень чешется голова, видимо, потому что я ее не мыла сколько? Уже как бы два дня, три. И у меня как раз таки на второй день обычно чешется. Я не знаю, как мне жить, потому что мне сказали, что нужно мыть голову с дредами раз в неделю. И нужно промывать как-то губкой вот здесь. I don't know. В общем, сказали, если чешется, помашь голову хлоргексидином. Это тоже не выливается. Пожалуйста, давай. Кстати, реально отпускает. Хлоргексидин работает. Доброе утро. Первый день, как я спала с этой фигней, я скажу, что это очень непривычно, очень неудобно. Когда я проснулась с ними, я почувствовала, что я как будто в шапке. Когда я засыпала, я не понимала, как мне лечь, чтобы моя голова наконец-то расслабилась, и я не чувствовала напряжения там. А еще неудобно ложиться вот на эти штуки. Они очень твердые. Второй день я живу с этой прекрасной космой на голове. И я, если честно, вообще не представляю, как это расчесать. Мне сказали, что нужно прочесывать водой и ручкой. Сложно это, ребят. Я придумала себе такую прическу. Можно делать хвост. И, кстати, у меня очень чешется голова. Я не могу. Я просто... Мне так больно бывает иногда. Потому что эти косы привязаны очень туго. Из-за этого вообще непривычно. Фиг почешешь, ничего не сделаешь. Зато мне очень они нравятся, как это выглядит. Это очень мило и красиво. Это как будто парик. Ну, это у тебя к голове привязано. Еще сделаю такой образ. Ребят, пишите обязательно в комментарии, как вам эти дреды. И ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если хотите больше роликов на этом канале. А я пошла играть в игры. Ё-моё. Фрэгги. Сейчас я пойду на танцы. Первый раз с этими волосами. Заценим, как я буду норп танцевать. А еще посмотрим на реакцию людей. Привет! Можно реакцию? У меня уже видео. У меня даже не знаю, какая реакция. Очень круто. Мне нравится. Красота? Красота. Саша, реакция? О, Эвен. Реально? Баран, похоже. А что, они так делают? Да нет, просто худрявые. Как будто горный баран. Мне сказали, как будто я из аниме. Да, я как будто из мультика, как будто не по-настоящему выгляжу. Эта тренировка на танцах была не забываемой, потому что эта косма волос мешала мне все время. Она перевешала меня немножко, а еще постоянно лезла в глаза. Я не понимала, как ее собрать нормально, чтобы хоть что-нибудь да у меня получилось. Тут я попыталась, типа, красиво, со смущенными волосами станцевать. Но, блин, она мне загораживала вид на зеркало. Она реально лезла мне в глаза, и я ничего не видела. Из Майами до Песков в Мохаве будет этот трип. Ну что, быстрее пробуем? Что? Давайте я расскажу побольше про эти волосы. Я уже официально пять дней волосатая. Тундра-чудшундра. И я хочу сказать, что я не понимаю, как их расчесывать. Они очень сильно распушились, вот видите? Везде, везде, везде. И единственное, что я могу сделать, побрыгать их водой и начать расчесывать рукой. Но у меня не особо получается. Очень это странно расчесывать волосы рукой. Там... О, моё! У меня кровь из носа текла, и теперь у меня это прядь в крови. Ай, блин, это не видно. Извините. Они собирают на себе всё. Всё, что я делаю. Всё, что я ем. Везде, где я бываю. Они собирают всё. Но завтра я решила, что я буду их мыть. Завтра какой день? Шестой. Но, по сути, это будет неделя в тот момент, как я не мыла голову. Так что я думаю, что уже стоит начать. И посмотрите, у меня волосы уже немножко даже отросли. А ещё я сейчас пыталась расчесаться. И посмотрите, какой у меня подарок. Расчесывание в дополнение с призом. Разыгрываю волосы. Тот, кто поставит лайк, тому они не останутся. Так что, ребят, ставьте лайк. Или это окажется у вас под подушкой. О, шестой день прекрасного времяпровождения с такими красивыми волосами. У меня сегодня крутой макияж. А знаете, что самое главное? Сегодня мне придётся мыть голову. Как? Как? Испытание начинается. Добро пожаловать в мой душ. Мы никогда с вами не были так близки. Поэтому поставьте лайк и подпишитесь на канал, если хотите, чтобы я наконец-то помыла голову. В первую зенгеру. Ой-ой-ой. Мне кажется, у меня ничего не получится. Схема помыла головы с первого взгляда проста. Льёшь шампунь на губку, вспениваешь и эту пену наносишь на промежутки между тем, где у тебя заплетены косы. Просто думала я. Это сложно. Очень легко надеялась я. Но я не ожидала, что... Блин, двигать эти волосы и искать эти промежутки будет супер сложно. Как промывать вообще их сзади? Я не понимаю. Люди с дредами, как вы живёте вообще? Что нужно сделать, чтобы нормально помыть голову? Потому что у меня этого совершенно не получилось. Морозь, морозь. Морозь меня. Ах. За нынча во мне ощущаю. Да. После. Пришёл седьмой день моего ношения вот этих дреда кудрей. И мы решили их снять. Ну, семь дней это много. Ты продержалась ещё до вечности. Это было очень больно. Каждую ночь я засыпала в мучениях. В адских мучениях. Да, надеюсь, мы справимся за два часа. Давай, распаковка первой. Внимание, я не задела ни одного волоса. И оказалось, что это легко. Нет. После этого видео у меня будут очень-очень-очень кудрявые волосы. Я даже не представляю, как оно будет. Как на парике моём из видео про Алиэкспресс. Тут 70 прядей. С ума сойти. Короче, смотри. Сначала нитка. Потом тоненькая косичка. А потом твой волос, который сплетён вокруг. Сначала там идёт очень тоненькая косичка из твоих волос. И вот это мясо. Потому что у нас супер тонкое. У меня хотя бы есть острые ногти, которыми можно просто подцеплять. Это как крючок. Крючком расплетать. Если у тебя были тоже крючки для резания, я вызываю. А я думала, косичка сама расправится. Она как поймёт, я думала, она сразу такой выпрыгнет. Погоди, это мой волос там? Вот это? Да. Барашком. Косплей на бараша номер два. Цвет Мюши. Настрение бараша. Крючки на мне, подо мной порш. Если... Хочешь, позвони, позвони, порш. Спросишь, как наличным? Денег неприлично. Конец стоит. Посмотрите, что стало с моим волосом. Что это? А почему волоса так мало? Его было намного больше. Так ты сейчас поможешь, будет много. Тут ухиливость какая-то. Я не буду мыть, я мыла вчера. Да, господи. Я думала, я ненавижу мыться больше всех на свете. На распутывание этой пряди у нас ушло минут 10-15, да? В общем, умножить это на 70, нам предстоит, посидеть здесь 7000 часов. Ура! 7000 минут. В часах это посчитайте, пожалуйста, в комментариях. И сравним потом. Распутывать их было просто замечательно. Мы потратили на это дофигища времени. И я даже не знаю, все вы увидите здесь. Ребят, поздравляю вас с Новым Годом. Вот что хочу сказать. Сегодня 31 декабря. И я как дура только сегодня домонтирую это видео. И блин, в моих планах вести этот канал очень активно в 2022 году. Пишите в комментариях, какие у вас планы на 2022 год. И понравился ли вам 2021. Потому что я считаю, что 2021 год был для меня очень неудачным. И я его не люблю. Поэтому, ну и все. Пошел нафиг. Вот что осталось от моих волос. Как жаль, что я теперь лысая. У нас осталось последний волос. Последняя прядь, которая очень тяжело распутывается. У нас ушло 4 часа на это все. Теперь, когда я это трогаю, я на вкус как мягкая игрушка. Вкус как сладкий лимонад. Ой. Это невозможно распутать. Многие из волос пришлось просто отрезать вот так вот. Ну ничего, можно потом сделать из этого парик. В следующий раз, детки, когда будете думать, что сделать волосами, вспомните, что самое необычное на данный момент времени будет из изменений ничего не делать, а прозраться. Вау, какая красотища. Я лысая. Эта неделя далась мне очень тяжело. После того, как я развязала эти дреды, я поняла, что я не промыла нифига вот здесь и вообще нигде. То есть они были грязные больше недели. Лайк. Также после того, как мы расплели, у меня тут клочок. Я не знаю, что с ним делать. Помогите, пожалуйста, развязать. Так что думайте сами, нужно вам это было или нет. Спасибо за просмотр.